Ну вот, ребят, час посидели и 10 тысяч с хвостиком на донателе. Ну, чем не выгода? Конечно же, им выгодно баба Гутя. Даже тот самый ремонт, который они собираются там сделать, то это лишь только для своей выгоды. Это моё такое мнение. Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, поговорим мы с вами о канале Доброе Дело. И, вы знаете, я частично посмотрела стрим, совсем немножко, потому что не хватает меня смотреть весь стрим и слушать одно и то же, потому что, ну, по сути, ничего дельного и интересного там, ну, услышать невозможно. Ну, может, какие-то моменты. Ну, и, значит, что я хочу обсудить? И это касается этой новой бабушки, бабы Гути, как я уже говорила, что баба Галя, что баба Гутя, это для меня уже почти одинаково. И я услышала в стриме такие слова Андрея, что якобы он не против этой соседки, да, не против того, что она ухаживает за бабой Гутей, и бабе Гути хорошо с этой соседкой, и не каждая бы согласилась ухаживать. Ребят, я, если честно, в шоке. В шоке от чего? Какой там уход? Вот напишите мне, скажите мне, что вы за уход там увидели? Вы увидели там уход за пожилым человеком? Нормальный уход? Где? Грязные немытые тарелки? Они вообще, походу, никогда не мылись. Ведро она выносит, печку она топит. Ну, придёт она, затопит один раз в день или через день печку. Вынесет ведро, если полное. Что там, ребят, за уход? Она принесла какую-то пиццу для показухи. Вы уверены, что там уход? Мы увидели, какой уход. Постели нет. Кричит, она всё рвёт, она всё уничтожает, шкафы двигает, мыться не идёт. Я всё это уже слышала, а потом увидела результат. Она и прекрасно согласилась мыться пойти, она прекрасно общается. Я видела, как она реагирует на доброту. Ребят, на доброту. И это действительно были приятные кадры, когда молодая девушка из дома милосердия и рассказывала, что и ногти обстригла, и как она обнимала её, как она, говорит, разговаривала, пусть даже материлась. Ребят, где эта бабка неконтактная? Ну, простите, что говорю бабка, но, знаете, вот просто из неё сделали бабку какого-то монстра. Именно эта соседка сделала из неё такую. То есть она рассказала, как будто эта бабка неведомо что из себя представляет. А там обычная бабушка, за которой просто нужен уход. Да, уход. Я не увидела никакого ухода со стороны этой соседки. И как это Андрей сказал, что вот, я не думаю, говорит, что, значит, из-за пенсии она там за ней смотрит. Вот кто бы согласился бы столько делать из-за пенсии? А делать что? Ребят, делать что? Что она делала? Что она делала сложного? Да, она, по сути, ничего и не делала. Ну, если печка и один раз в день поесть, если принесёт. Я в чём ещё сомневаюсь? Мы прекрасно видели. И в каком состоянии тот дом, что бы она там ни говорила, говорила она очень много. Она говорила столько, что просто оно всё не укладывалось сразу в голове, потому что она столько много говорила, так быстро, так громко, прямо чтобы, наверное, запутать всех и выгородить себя, что она такая звезда, что она так за ней ухаживала и так за ней смотрела. Вот я действительно в доме милосердия и увидела уход за этой бабушкой, что действительно отмыли, переодели, оказали знаки внимания. А там какой уход? И знаете, даже, как Андрей говорит, за каких-то 12 тысяч, за 12 тысяч ничего не делать, а по сути она ничего не делала. Конечно, знаете, для мальчиков сейчас вот эта вот партия, да, говорю партия, потому что для них баба Гути сейчас очень выгодно. Стрим организовали, значит, 10 тысяч собрали. Стрим у них остаётся, то есть реквизиты у них все есть, то, что они, значит, собирают деньги, другие люди посмотрят, перечисления будут идти дальше. Да, и им это выгодно. Они за эти деньги, ну, можно, что соберут, это сейчас только 10 тысяч, можно сделать тоже грандиозный ремонт. И им выгодно, они будут ремонтировать, да, получается там мыть, билить, что они там ещё будут делать. Ну, печку рукастые там подделают, подмажут. И дальше, что ли, на уход соседки, та будет пенсию получать, и мальчики будут делать за неё, так это взаимовыгодные условия у них, специально оговорено. Ребят, ну, я так считаю. Я всё думала, ну, вот, что-то решили доброе сделать, как бы, и службы социальные, как бы, тут же среагировали, да, и стали интересоваться бабушкой этой. Думаю, ну, вот хорошо бы, да, сейчас, чтобы её передать для оформления куда-то в дом престарелых или ещё куда-то. Ну, в крайнем случае, слушайте, ну, в дом милосердия. Тоже неплохой вариант, сравнительно с тем, где она была. Вся в каких-то одеялах грязных, без постели, вся с этими ногти по метру. Ну, это я образно говорю. Человек абсолютно неухоженный, не мытый. Она никогда, наверное, не раздевалась и не ложилась в постель. Уже забыла, наверное, когда такое было. Ну, понятное дело, что и жизнь у неё была не сладкий пряник, но она сама эту жизнь себе устроила, и тут в этом уже никто не виноват. Но то, что Андрей поддерживает эту соседку, что она для неё там делала, получается, сам бессердечный человек. Ой, вообще, что я говорю? Как будто я об этом не знала. Теперь я уже всё конкретно понимаю, что это выгодно. Они договорились, и одному выгодно пенсию будет получать, и вторым хорошо. Приедут поесть, привезут, ролик запилят, и организуют там уборку, какой-то мелкий ремонт, и денег на это тоже пришлют. Ну, чем не выгодно? Я понимаю, чтобы они что-то конкретное приняли, какое-то, знаете, решение, какое-то решение конкретное, что вот, сделаем ремонт, наймём сиделку, которая будет там смотреть и присматривать, и конкретно присматривать, а не так, как эта соседка. Но Андрей считает у нас, видите ли, что соседка прекрасно ухаживает за бабушкой. И что было бы с бабушкой, если бы не соседка? А что было бы с соседкой, если бы не бабушкина пенсия, ребят? Ну, это смешно. Смешно, просто-напросто смешно. Что было бы с бабушкой? Так вот, в том-то и дело, что с ней стало с таким уходом? Когда у неё волосы, просто вот, ну, пришлось обрезать волосы, потому что там их невозможно было, нереально было просто расчесать. Мне кажется, что единственное, что она делала, ну, возможно, там она топила эту печку и приносила ей там миску той еды, не отдельно, заметьте, приготовленную, как будто она никому не готовит есть. Приготовила, той налила в грязные миски. Мы миски с вами видели, какие там стояли, которые, наверное, годами не мылись. Да там какой слой пыли, слушайте? Нигде ничего никогда не протиралось. Какой уход? Какой уход со стороны соседки? Хитрая, видно, очень хитрая женщина, расчётливая. Ну, впрочем, ребят, расчётливая точно такая же, как и мальчики. Ребят, ну вот честно, не хватает нервов на всё это смотреть. Если он поощряет такой уход, то я представляю, какой уход он сам мог бы организовать человеку, немощному или больному. По сути, чего тут, ребят, удивляться? Чему тут удивляться? Очередной раз ребят в шоке. Я поэтому вот это вот всё послушала, да, его мнение, и закрыла стрим, и перестала всё смотреть, потому что, думаю, это какие надо железные нервы иметь, чтобы его ещё и досмотреть до конца. Ну, там много ещё обсуждений было относительно Казбека, но я так поверхностно услышала, и как бы больше мне уже не захотелось ничего смотреть после того, что я услышала от Андрея прям в пользу этой соседки. Ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу, по поводу отношения соседки к бабушке. Ну, а я буду заканчивать, как всегда, желаю каждому из вас прекраснейшего настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания. Ну, и, конечно же, мои хорошие, это здоровье. Берегите себя и своих близких. А я вас обнимаю. Всем пока.